Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Медиаметрикс и в эфире программа Автотема. И сегодня у нас немного новый состав, у меня новый соведущий, это Алексей Кадниенко, который, собственно, достаточно часто был у меня гостем, а с сегодняшнего дня он будет вести передачу вместе со мной. Привет, Леша, представь наших гостей. Всем привет. Леша привел гостей и сейчас расскажет вам, о чем у нас будет передача. Ну, скажем так, общая тема будет о дрэге, а в дальнейшем сейчас Леша раскроет. Да, а в дальнейшем просто поговорим об этой теме, и у нас в гостях сегодня замечательные люди, Мария Мельникова, автоспортивный журналист, представитель оргкомитета премия «Человек года» в автоспорте. Правильно я сказал? Ну, да. И Андрей Кривошеев, человек, который сопровождает гонки по дрэг-рэйсингу, разработчик отечественных систем хронаментража, да? Вот. Короче, все при теме. Можем начинать. Ну, отлично. Расскажите немного о себе, Мария. Давайте с вас начнем. Как так получилось, что вы попали в эту индустрию в дрэг? Почему это, с чего это все началось, как вы этим заинтересовались? И почему… Ну, началось все это с того, что в конце 90-х годов прошлого века мы начали водить колонны на нелегальные гонки, собственно, с этого все началось. А дальше уже начался дрэг-рэйсинг в России. А вы сами участвовали? И сама участвовала тоже, да. Ну, мы участвовали в Тушино, у нас были уже легальные соревнования, то, что проходило под эгидой Рафа. Ну, как бы у всех, наверное, начиналось все с нелегала, поэтому… Ну, насколько я помню, даже не в 90-е, я помню, в начале 2000-х сам просто ездил тоже в 2003-2004 году, и я тогда не помню, чтобы тогда были какие-то легальные гонки. Ну, тогда вообще не было никаких легальных гонок, скажем так, да, но, в принципе, не было и нелегальных, потому что, в общем, их никто не запрещал. Выезжали колоннами на какие-то закрытые участки дороги, выезжали на какие-то загородные шоссе, где не было движения. Все прекрасно знают, что с помощью тех же экипажей ГИБДД перекрывали эти дороги и проводили гонки. Скрывать нечего. – Полулегальные гонки были, то есть, если они немножко легальные, значит… – Немножко легальные, потому что договорились. – Значит, была полиция, была скорая, пожарная, и было безопасно, поэтому они были полулегальные. – Да, здесь была полиция. – Давайте, чтобы нашим радиослушателям было, скажем так, всем было понятно, о чём пойдёт речь. Кто расскажет о том, что такое дрэк-рейсинг вообще, ну, скажем так, общее понятие, чтобы все понимали, о чём будет передача? – Ну, давай, Машу, ты спроси. – Да нет, Лёш, ты ведущий, ты рассказывай. – А я зачем тогда вас позвался? – Не знаю. – Не, Мария, рассказывайте, а то как же… Мы вас позвали, Лёшу ещё все послушают. Успеют. – Ну, а что рассказывать? Собственно, дрэк-рейсинг – это заезды по прямой. Традиционное расстояние – это 402 метра. Существует больше, существует меньше, в зависимости от того, какой территории кто располагает. – Что именно 402? – Слушайте, существуют, на самом деле, миллионы версий. Я не знаю, какая из них правильная версия первая, что примерно такой длины, такого расстояния был квартал. От светофора до светофора в американских городах, где это всё начиналось. – А где вообще, откуда пошёл дрэк-рейсинг? – Опять же, миллион сто тысяч вариантов. Есть вариант, что это начиналось всё в Америке, чуть ли не с гонки бутлегеров, хотя бутлегеров принято больше относить к Носкару, чем к дрэк-рейсингу. Есть другие варианты, что это вообще начиналось чуть ли не ещё с ковбоев, которые, значит, на лошадях скакали на 402 метра, кто быстрее. – Кто замерял, интересно. – Ну, там отмеряли вешечками, сколько корпусов. Может быть, как раз оттуда, если там девушки махали ковбойскими шляпами, давая отмашку. На самом деле, первые такие официальные заезды по дрэк-рейсингу, они уже проходили в годы, скажем так, до и после Второй мировой войны, и очень много автодромов было построено на базе военных баз. То есть, фактически брали полосу бетонную взлётно-посадочную и на них проводили. – И очень это тесно связано с хот-родами ещё. – Лошади, хот-роды, всё это да. – Всё перемешалось, да. – Куча коней. – А вообще, ну, пример, то есть, это послевоенный год, то есть, наверное, датировано где-то 50-ми годами, я так понимаю, дрэк-рейсинг, но именно в Америке, естественно. – Нет, в Америке, я думаю, что это датировано всё намного раньше, я думаю, что это вот первая машина, собственно, когда появились более или менее 20-30-е годы уже начали. То есть, ну, соревнования-то, оно изначально соревнования. – Ну да, и не важно, что тут на 10 километров в час. – Абсолютно, на чём они едут, конечно. То есть, первые машины, они вообще ехали со скоростью 5 километров в час, и я помню, в своё время меня поразил тот факт, что первое дорожно-транспортное происшествие произошло в начале 20-го века и произошло на скорости что-то 3,5 километров в час. – Ну, на самом деле, что удивительно, вот я сегодня в супермаркет выезжал на той же скорости, две машины умудрились встретиться. То есть, здесь, на самом деле… – Ну, сравните количество машин тогда и сейчас, чтобы они ещё встретились. – Ну да, видимо, тогда были особо одарённые какие-то водители. Такой вопросик, а когда у нас-то появилось? Мы как бы начали этот вопрос, мы затронули, но так и не продолжили, потому что в России первое упоминание о дрэг-рейсинге, и как вообще эта индустрия стала развиваться? – Это ходынка, мне кажется, да? – Ты знаешь, мне кажется, ещё ходынки не было, собирались всё-таки все около университета, на смотровую, оттуда. – Причём внизу, где сейчас пешеходная зона. – Да-да-да, и оттуда уже там были заезды, или оттуда уезжали, или собирались наверху, около смотровой площадки, то есть всё фактически оттуда. На самом деле на ходынку тоже оттуда ездили. – Ну да, два из угленных места. – Мне кажется, самое большое развитие именно клубов, да, там, гонщиков, было как раз в момент выхода фильма «Форсаж». – Ну, он дал стимул некий, но я хочу сказать, что мы с тобой вместе участвовали в сборе этих автомобилей прекрасных, которые приезжали на премьеру фильма «Форсаж», они у нас уже тогда были. То есть, в принципе, немножко раньше. Я думаю, что 1998-1999 год примерно, когда это всё понемножечку начиналось. Затем где-то в начале 2000-х появился такой действительно какой-то прям, если можно так выразиться, взлёт всей этой истории. И сложно сказать, откуда и где это всё начиналось. В Москве, конечно, да, но это очень много происходило и на Дальнем Востоке, потому что дешёвые японские автомобили, которые можно было дёшево, легко и достаточно просто затюнинговать до… – И в Москве, кстати, в основном были дешёвые японские в начале. – Ну, в Москве ещё тазиков было очень много, а как раз там их не было. То есть, вот специфика именно, наверное, в таком разделении, что здесь в основном советские автомобили, да, восьмёрки тогда очень хорошо тюнинговались. – Ну да, восьмёрки, девять, ну, все эти. – Женя Глотков был гуру вазостроительства, там очень серьёзные тазы выпускал он. – Ну, сейчас опять вторая волна пошла, правда, уже не в дрэге, а в дрифте, сейчас же теперь все гоняют… – Вся классика теперь едет боком, да. – Да, теперь это сейчас самое модное, то есть, всё идёт очень похоже, на самом деле, и тоже развивается и либо в Москве, ну, в Центральной России, там Москва-Питер, либо это Владивосток, ребят, там Красноярск, и как бы с двух сторон, то есть, посередине почему-то у нас, видимо, дрэга нет, или он есть. – Нет, у нас дело не в том, что нет дрэга посередине, а у нас нет, во-первых, территории, где бы это всё могло развиваться, потому что в Центральной России очень большая проблема с автодромами, с какими-то вот такими площадками, хотя бы под тот же дрифт, и всё-таки, конечно, это регионы, где в большей степени развита машиноиндустрия и машиностроение. – Ну, откуда ближе везти? Там везётся из Японии, здесь из Европы. – Или где это как-то хоть производится, да. – А сейчас вообще, то есть, раз мы пошли по такому, скажем так, историческому варианту, и сейчас доходим до наших дней, а что сейчас происходит в дрэге? То есть, ну, честно скажу, в последнее время, может быть, просто я стал меньше следить за дрэгом, но его как-то стало меньше, меньше слышно, меньше видно. – Вот как сейчас бы было обидно слышать тем людям, про которых я думаю об этом, на самом деле. – Они наслышают. – Да-да-да, думают. – Нет, на самом деле, конечно, хочется верить, что, может быть, как раз вот так нелегального какого-то такого шумного дрэг-рейсинга стало меньше, это очень хорошо, потому что ушли с улиц, их увели с улиц представители, скажем так, Российской автомобильной федерации, потому что Тигран Сифирян, он очень активный и, как сказать, фанатичный человек, который действительно любит эту дисциплину и преданной ей до глубины души, старается её развивать. Плюс сейчас, конечно, СМП-рейсинг очень сильно тоже включились вот последние четыре года в развитие дрэг-рейсинга в России. Они финансируют и помогают с доставкой автомобилей на соревнованиях, помогают там с какими-то техническими моментами. И что, с моей точки зрения, очень важно, они сейчас вдохнули, я бы так сказала, новую жизнь в дрэг-рейсинг, потому что начали привозить машины, которых в России раньше не было. Я говорю про промоды. Я бы поподробнее считаю, потому что я даже не знаю о таких автомобилях. Про мод, ну, на самом деле, вот тот же самый американский европейский дрэг-рейсинг, он делится на, скажем так, кузовные классы, это стандартные автомобили, которые там могут быть доработаны по двигателю, подвеске и прочее, прочее, прочее. А есть машины, которые специально строятся для дрэг-рейсинга, это в том числе как раз вот этот класс промодифайт. Это пространство, рама идет, маленькие колесики, впереди большие задние. Колесики зависят от того, какой привод у автомобиля, потому что есть, на самом деле, промоды и переднеприводные, как ни странно, и в том числе у нас в России построены на базе тех же автомобилей Lada. Восьмерки, которые, ну да, это я так и подумал, из чего они строятся. И они как раз, у них большие колесики спереди стоят, а маленькие сзади. Ну вот, а то, что привозят в том числе представители СМП Рейсинг и начали привозить уже сами пилоты, это, я объясню почему, потому что, на самом деле, привезти такую машину, купить и привезти, это даже дешевле получается, чем построить на том же, на базе того же столь модного Ниссана Скайлайна, там 32-го или 34-го кузова, которые в основном используются в этом во всем. Даже такой автомобиль обойдется, ну где-то там максимум в 50 тысяч долларов, а построить конкурентноспособный… Ну да, где-то минимум 3 миллиона рублей они обходят с такими машинами. Это без учета машина даже, это просто работа и запчасти. Поэтому вот сейчас уже появляются по одному, сейчас Андрей Кравченко из Украины построил себе такой автомобиль, сейчас в Москве есть несколько таких машин, сейчас Саша Альбин купил себе, но он купил уже не промот, который напоминает, скажем так, фанни-кар, а он купил классический дрэксер, вот этот вот сигарообразный. Вот это то, о чём я сказал в самом начале, я просто подумал почему-то, что к этому классу относятся только такие. Ну, на самом деле это всё так называемые уже модифицированные автомобили, это и промоды, и фанникары, и вот эти вот дрэкстеры. Но это уже машина чисто для гонок, то есть на ней уже город не поедет. Они стартут на клею, то есть это достаточно, да. Более того, большинство… Ну, ещё задние есть. Ну, я имею в виду вперёд. Более того, они на соответствующем топливе ездят, то есть в основном вот эти все автомобили, кстати, за исключением альбинского вот этого дрэкстера, они ездят на метаноле. И это дополнительное требование, то есть это дополнительное требование к безопасности, определенная одежда. И сгореть, он же на сколько метанол горит, невидимо же, то есть не видно огня, когда горит метанол. Ну, на самом деле, я не видела невидимых, но видимо и я видела, как горят эти автомобили в том числе. Никогда уже сам автомобиль, конечно, да. Это очень страшно, это очень быстро и очень страшно. Ну, естественно, потому что высококтановое топливо. А что касаемо самого проведения сейчас современного, потому что как-то моё развитие в этом направлении остановилось в тот момент, когда, я говорю, собирались на дороге, перекрывали двумя машинами дорогу и начиналась гонка. Потом как-то я просто от дрэка чуть-чуть отошёл, и мне на самом деле очень интересно узнать, как сейчас это происходит. То есть, я помню, ещё проводилось на смотровой, Drag Times Info, по-моему, называлось, когда ставили оборудование. Это совсем давно. То есть, всё это настолько модифицировало. В этом веке, как минимум. Ну, в этом веке, да. Drag Times Info вырос с тех времён. Комму назад было, наверное, либо 8 даже последний раз, когда это происходило. Потому что, на самом деле, Drag Times, ну, смотри, с чем сравнивать. Я как раз просто увлекался тогда спортивными машинами японскими, у меня был Skyline 32-й, и до этого STI. Тогда мне это было интересно. То есть, и как-то вот я этих машин даже не вижу сейчас на дорогах. А их нет. То есть, заряженных. Ну, а зачем на них есть? Вы понимаете, на самом деле за это время… То есть, многие же хотят на своих машинах участвовать. Да, но здесь в чём проблема? В том, что, в принципе, дрэгрейсинг очень изменился. И за это время конкурентоспособные машины, они модифицированы до такой степени, что на дорогу на ней уже, в общем, практически не выйдешь. Те, которые действительно участвуют в гонках, борются за какие-то призы. А есть сейчас какой-то вариант, как вот, например, в том же дрифте, есть там дрифт Мацури. То есть, когда человек может приехать на Жигулях и поездить на них боком, ну, поучаствовать в следующих соревнованиях. А есть ли сейчас какие-то такого же рода, но уже безопасные, нормальные соревнования для простых машин? Ну, возьмём там те же, там, Volkswagen, Audi Group, там машина как бы тоже по 400 сил есть. И кто-то там поставил downpipe, кто-то нет. И люди хотят попробовать силы на своих машинах. Это возможно сделать где-то легально? Или это всё продолжают светофорные гонки? Смотри, вот Маша знает всё с точки зрения… Да нет, Маша совсем с точки зрения знает. Ну, в принципе, да. Нет, я могу ответить. Я имею в виду сейчас, в данное время, да. Просто у нас Андрей уже там засыпает, да. Уже ждут, когда меня представят. Да, я бы хотел как раз тебе вопрос задать, да, потому что я знаю, что Андрей сопровождает, обеспечивает там телеметрией хронотражом многие гонки, да, там в Москве, Подмосковье, да и по городам даже. Ну, сейчас уже легальные. Уже легальные, да. Вот расскажи, как, что происходит в других регионах, как это происходит. В регионах очень много гонок, все они легальные. Ну, то есть, что в моём понимании легальные? Легальные – это согласованные с администрацией, не нарушающие законы, то есть мероприятия вне дорог общего пользования. Ну, зачастую по таким мероприятиям используются аэродромы старые, потому что трасс практически уже вообще нет. Ну, их и не было, но в некоторых регионах, кстати, есть практика, власти разрешают перекрыть какую-то не очень людную трассу общего пользования и со всеми службами, то есть со всей безопасностью максимально возможно. Не в городе, естественно, то есть загадные мероприятия. Хотя у нас были прецеденты, когда люди вот в Коврове пытались такое мероприятие в городе провести и били себя в грудь, что администрация согласовала. Ну и как? Ну, оно не состоялось по погоде, поэтому не удалось выяснить, как. Ну, понятно, что на таких мероприятиях обеспечить безопасность, ну, не то что тяжело, практически нереально. Когда люди выезжают на какие-то вот такие удалённые объекты, то есть аэродром, в принципе, по большей части, ну, всё зависит от обеспечения команды, от того, как часто она работает, от того, сколько людей приедет. Ну, в принципе, их касса позволяет сделать более-менее нормальные мероприятия. То есть поставить сетки, не допускающие зрителей на трассу, поставить бетонные блоки, которые не позволят машине влететь в толпу людей. Ну, в принципе, то есть охрана и другая такая различная инфраструктура. То есть, ну, скажем так, максимально приблизиться, ну, к официальным каким-то соревнованиям в плане безопасности. Мероприятий очень много проходит, то есть я не очень согласен с тем, что их мало. Ну, по городам вот только, ну, мы были, дай бог, на третье, наверное, мероприятие, которое, в принципе, проводится. Но вы обеспечивали, соответственно, телеметрию на них? Ну, обеспечивали телеметрию, ну, часто получалось так, что люди, которые вышли в легал, не имеют никакого понятия о том, как его проводить. Вчера они катали на улице, где действительно девочка там махала руками, и на финише глазами кто-то смотрел, кто там был первый. Поэтому, ну, консультируем их максимально, стараемся как бы помочь им прийти в такой вот, ну, более стандартные такие рамки проведения мероприятий, то есть по регламентам, по безопасности, по техкомиссии и так далее. А можно я, Андрей, вопрос задам? Конечно. А вообще это каким-то образом с автомобильными федерациями этих регионов согласовывается? Я больше скажу, в каких-то городах это даже с Минспорта согласуется. Ну, Минспорт – это Минспорт, а мне просто интересно, потому что есть же комитет по дрэгрейсингу, который всё это старается, но мне очень интересно. Ну, знаете, я стараюсь в бюрократию не лезть, поэтому мне не особо интересно, с кем они согласуют это, но… Тигран. Ну, Тигран тоже в курсе, мы с ним тоже немножко общались на эту тему. Так вот, мероприятия легальные, то есть власти разрешают, где-то даже Минспорт поддерживает. Аэродром с более-менее нормальной полосой, идеальных аэродромов у нас почти не осталось, а те, которые остались… Это военные имеются в виду, естественно, аэродромы? Нет, почему гражданские? Ну, соответствующая длина полосы, то есть это не 800 метров. Площадок даже не осталось, не то, что аэродромы… Смотрите, вот, например, мы ездим в Крым, там есть замечательная площадка, это взлётно-посадочная полоса, которая строилась для Бурана в СССР, ну, думаю, все знают, что это такое, бетон 11 метров под землю, сверху плиты лежат, ну, не идеально ровно, но достаточно ровно, их не перекашивают, ничего с ними не происходит. С властями, с Минспортом мероприятие полностью согласовано. Ну, то есть уже проводилось, да? Да, оно проводится неоднократно, это в районе Симферополя. А как люди доставляют туда машины? То есть, насколько я знаю, часть машин приезжает. Ну, вот я хотел спросить, местные в основном участвуют, или всё-таки это уйдёт как этапа чемпионата? В соревнованиях такого уровня, конечно, в основном место. Всё зависит от формата мероприятия, то есть, если это мероприятие проводится на постоянной основе, если организаторы наработали какую-то репутацию, ну, в принципе, к ним готовы привезти машины совсем издалека. У нас вот сейчас был очень интересный выезд в Луганск. Как ни странно, там тоже проводятся гонки, там был достаточно большой призовой фонд, и часть машин приехала туда даже из России. Не страшно было? Ну, мы там уже не первый раз, поэтому нам не страшно, а вот гостям не знаю насколько. Ну, то есть, даже там спорт пытается развиваться. — Ну, такой вопросик, а всё-таки по России, я имею в виду, если взять всю Россию, есть какой-то всё-таки у нас чемпионат, скажем так, ну, основной? — Конечно. — Ну, Российская Атмосферная Федерация проводит. — Это называется Russian Drag Racing, сейчас это уже переименовали в комьюнити, но как бы аббревиатура, она осталась, потому что раньше это был Russian Drag Racing Championship, да, тоже самое РДРЦ, это проводит, собственно, RAV при поддержке СМП Racing, проходит несколько этапов центральных, плюс раньше были региональные этапы, плюс сейчас присоединились ещё в этом году, в прошедшем сезоне были этапы федеральных округов, чемпионаты, то есть вот они так и назывались, чемпионат федерального округа. Они в большинстве своём проходили вместе с какими-то более крупными этапами, и как раз разделение шло за счёт того, что чемпионат России — это топовый автомобиль, вот как раз в основном вот эти вот топ-фьюли, топ-фьюли про моды, и какие-то машины, которые конкурентоспособны с ними. Потом шёл, собственно, Кубок России по дрэгрейсингу, это для автомобилей чуть-чуть, скажем так, уровнем пониже, и чемпионат федеральных округов был придуман как раз специально для того, чтобы привлечь людей, которые не обладают бюджетами или навыками достаточно для того, чтобы… И вот с этой целью как раз они могут расти, то есть они могут смотреть, что происходит и так далее. При этом организаторы, они, собственно, чем ещё с моей точки зрения хороши? Тем, что они, помимо того, что они это организовывают на очень высоком уровне, прежде всего, по безопасности, потому что там работают очень крутые бригады спасателей, там достаточно скорых помощей, карет для того, чтобы в случае чего, не дай Бог, помочь сразу людям. Там спасатели и пожарные службы. Плюс, собственно, они помогают спортсменам. Они в том числе организуют для них, например, транспорт их автомобилей, вплоть до того, что там фура идёт иногда из Владивостока, если есть такая необходимость. И вот они собирают… То есть это бесплатно или просто скидывают? Это для тех, кто проходит… То есть, скажем так, условия такие, что если человек проходит, то начиная с, как это сказать, прошёл квалификацию, дальше выходит уже в соревнования, то, соответственно, он получает бесплатно. А какое сетки проводят соревнования? То есть там топ-16, топ-32? Ну, в основном это топ-16, да. Топ-16, да? То есть если человек прошёл у себя, грубо говоря, в топ-16, он уже может претендовать на… Нет, не у себя. Они все приезжают на место, и там проводятся соревнования в различных городах, по регионам это тоже всё разбросано, но в том случае, если человек проходит, соответственно, квалификацию попадает в топ-16, то он, соответственно, уже получает вот эту вот дотанцию на транспортировку своего транспортного средства. И, то есть уже человек может, грубо говоря, рассчитывать на то, что из Владивостока попадёт в центральный регион? Что ему компенсируют доставку автомобиля. На самом деле это очень удобно, потому что даже, насколько я знаю, у того же РДСа пока такого нет, то есть у всех свои какие-то фуры, команды. Ну, да. РДС, у нас нет комитета по дрифту у нас. Да, кстати, в РДС, насколько мы участвуем, частная лавочка. А вот такой вопрос. Соревнования проводятся в разных классах, правильно же, да? Нас слушают ребята, да, вот с чего начать, как попасть вообще в этот чемпионат? Слушай, ну, начать надо с того, чтобы просто зайти на сайт чемпионата и посмотреть, что там происходит, и понять, под какие ты категории подходишь, и какой у тебя автомобиль, куда ты можешь себе позволить попасть. То есть, если ты уверенный дрэгрейсер, то ты можешь прямо уже сразу идти в топовый класс и соревноваться там на рекорды. Ну вот, в зависимости от того, какая у тебя техника, ты ориентируешься. То есть, в принципе, всех, если машина по регламенту подходит, всех впускают. Да, ну вот я и говорю, я поэтому объяснила, что вот эти вот чемпионаты федеральных округов, они, собственно, и созданы для того, чтобы люди даже с самыми, скажем так, примитивными в хорошем смысле автомобилями могли уже принять участие в соревнованиях. И дальше уже смотреть, что происходит, набираться опыта и каким-то образом расти. То есть, вот это вот такая была задача поставлена изначально. А какие вообще мероприятия именно такие примитивные, но уже и с телеметрией, и с безопасностью проводятся в Москве? Просто хотя бы уже посмотреть на них. Ой, Москва – это вообще проблема, беда и ужас. На самом деле, Москва – это один из самых таких слабо развитых в этом смысле регионов после того, как у нас был весь этот нелегал. Несмотря на то, что все началось здесь. Да, да, да. Мы сейчас отставим, потому что единственная площадка, по большому счету, где можно что-то проводить, это Дмитровский полигон. И то это очень опасно, потому что там узкая трасса и по бокам деревья, и она, в принципе, не соответствует никаким требованиям безопасности. Единственное, что там сейчас проходит, такой более-менее полноценный, это Анлим-500. Это, собственно, даже не соревнование, это некий такой фестиваль, в котором тоже приезжают люди. Это шоу, наверное, в большей степени даже. Ну, они называют это фестиваль, поэтому давайте будем называть это фестивалем. Фестиваль всегда интересовало, а как Российская автомобильная федерация смотрит на Анлим-500+, на небезопасные достаточно? Да, они на самом деле их привели к тому состоянию безопасности, которое, в общем-то, соответствует этому. И сейчас Анлим, как ни удивительно, приходит под эгиды федерации. Я не знаю, я именно про трассу, про саму, но всё-таки деревья-то они не вырубили. Деревья они не вырубили, но они сократили расстояние, и они ограничили каким-то образом мощность автомобилей. А Анлим-500 проводится тоже на 402 метра сейчас? Сейчас да. То есть раньше... Раньше он же был не на 402 метра, а раньше это была миля, потом сократили до километра, и сейчас сократили до 402 метра. То есть именно с точки зрения безопасности. Там же какие-то скорости были запредельные. Ну, там было хорошо за 300 метра. У меня всё равно, кажется, не хватает вот такой площадочки, чтобы там каждые выходные были заезды легальные. Кишенька, займись. Кто, если не ты? Вот честное слово. Меня завтра за круглый стол позвали, но я что-то уже не хочу ехать туда. Нет, надо. А что за круглый стол? А это вот Маша расскажет? Нет, Маша как раз не расскажет, потому что Маша только там частично участвует, а тебя позволит, и рассказывает. Будет завтра очередной какой-то круглый стол, где будет обсуждаться... Короче, рассказывает Маша. Обсуждаться проблема отсутствия площадок как раз. Просто уже второй год, в том числе для молодёжи. Для молодёжи и для спортсменов. На самом деле, мне кажется, самая актуальная проблема, потому что в любом случае все люди, которые попадают в дрэг, это молодёжь. Ну, изначально. Ну, я сильно сомневаюсь, что человек там в 60 лет не заняты ли мне дрэгом. Тут такие есть, на самом деле. На самом деле, зря есть. Да. Очень много есть, да. Как-то странно. Есть даже у нас сильно возрасте, и они занимают первые места. Ну, потому что, мне кажется, финансово могут себе это позволить. В том числе. Ну, они увлечённые люди просто достаточно. Ну, кто-то финансово может позволить. Либо руки есть, понимаешь, уже головой на месте. То есть, я видел машины, вообще, там, сумасшедший запорожец, который там с 911-м Порше Тюнином заезжает и берёт призы. Ну, здесь как раз-таки, вот, я так и понимаю, что те люди, которые ездят на таких машинах, они понимают, что, значит, безопасная гонка, и где стоит, а где не стоит. Поэтому, собственно, наверняка эта проблема и есть основная, что нету площадок для молодёжи. Скажем так, не все понимают. Поэтому на любом мероприятии, будь то оно под эгидой РАФ или под любительскими какими-то организациями, всегда важен грамотный технический комиссар, который машины... А что, кстати, у нас сматывает комиссар? Потому что, грубо говоря, там... Есть некие технические требования, то есть, это сбор правил, по которым машина допускается. Они направлены, ну, в целом, на безопасность. Ну, осматривают это в полевых условиях? Ну, конечно, перед гонкой. Типа какого-то небольшого автосервиса для этого? На мой взгляд, очень большая проблема в том, что на многие мероприятия люди приезжают, они видят, что техкомиссар видит, что их машина всё-таки чуть-чуть, но не проходит. То есть, лысоватая резина и так далее, и тому подобное. И начинается понебратство, мол, ну, что же он так далеко ехал, что же мы его не пустим, это так делают, в принципе, все без исключения. То есть, даже на соревнованиях ТОП, или мы сейчас говорим о соревнованиях именно такого, скажем так, регионального характера. Я могу честно сказать, что вот на РДРЦ такого не происходит, потому что я собственными глазами видела, как однажды машина Маши Пановой, это было два года тому назад, которая прилетела специально из Новой Зеландии, а её машина приехала специально из находки, и она села за руль. В полуфиналах, она вышла на старт для полуфинальных заездов, и на старте, на прогреве ещё резины у неё из машины что-то капнуло. Никто не стал разбираться, её просто отстранили от заезда. Ну, потому что, видимо, всё-таки уровень соревнований. Да? Об этом речи. Смотрите, это всё-таки не техкомиссия, это уже проведение мероприятий в будущем. На региональном уровне, куда РАФ пока ещё не дотянулся ввиду разных обстоятельств. То есть, тоже пролив жидкости, он сразу приводит к тому, что машина должна покинуть мероприятие. То есть, есть какой-нибудь цемент, другие смеси, которыми это пытаются сразу ликвидировать. Опять же, смотрят дальше, возможно ли проводить гонку на месте пролива этой жидкости, машина уезжает точно. Ну, то есть, её никто не пустит, потому что не так давно я был сам свидетелем того, как одна машина загорелась. Но это была уже какая-то боевая машина? Ну, так сказать, это была очень-очень боевая машина. Это был Запорожец, вот тот самый, который 11 секунд едет, это достаточно быстро. И многие как раз не понимали, я вот привожу сейчас в пример требования по безопасности, что заднеприводная машина с задним расположением двигателя, у неё багажник открыт, то есть, двигатель выглядывает в салон. И многие не понимают, зачем ставить перегородку. Ну, это тяжело, зачем это нужно? Опять же, какой толщины перегородка? Машина загорелась сзади, человек просто вышел из неё и подождал, пока приедут пожарные. Ну, и те, не было перегородки? Если бы этого не было, если бы технический комиссар допустил бы такую машину, наверное, человек бы уже не вышел из машины. И таких пилотов много. То есть, они стараются попасть на мероприятия, но проблемы с дисциплиной. То есть, многие не соблюдают элементарные требования по безопасности. Они даже не понимают, зачем это нужно. Зачем нужен каркас на быстрой машине? Зачем... То есть, всё-таки на каких-то уже, скажем так, на каком-то этапе в дрее каркас необходим, насколько я понимаю. Да. То есть, не то, что как бы раньше... Начиная с 12 секунд, если не ошибаюсь, каркас – это обязательное требование. То есть, ну, это машина уже, соответственно, которая не может приехать своим ходом, потому что каркас в городе, насколько мы знаем, запрещен. Могут и приезжают, но... Можно, но в шлеме. Да, у меня знакомая сейчас собирает машину, собирается ездить в шлеме по городу, хочет каркас очень сильно. Ну, в общем, на мой взгляд, основная проблематика – это отсутствие площадок и вопрос безопасности. И дисциплины, опять же. На региональных соревнованиях. А насколько вообще дрэгрейстинг считается, ну, не считается, насколько он вообще опасен? То есть, например, тот же дрифт, несмотря на то, что это очень зрелищное мероприятие, вроде большие скорости, много дыма, но серьёзных ДТП, слава богу, там не происходит. А вы ещё притёрлись, вылетели на травку, и всё, закончилось. Слушайте, в трэгге, на самом деле, мне кажется, опасней. В трэгге, на самом деле, мне кажется, опасней. Опасен даже велосипедный спорт. Очень знаю по себе. Ну, вот он, ветеранцы. В трэгге только в этом сезоне я лично видел две аварии. То есть, именно по вине пилота? По вине, ну, случайности. То есть, колесо лопнуло, машина там куда-то ушла. Ну, то есть, подводит техника, это никогда не предугадаешь, даже если техкомиссия прошла правильно, если всё соответствует. Комиссар же технически не может оценить там усталость железа в каком-нибудь конкретном агрегате. Ну, поэтому машина просто может перестать слушаться руля и вылететь в толпу зрителей. Если там не стоит бетонных блоков, будет очень тяжело. Иногда и через бетонные блоки перелетают. Потому что такие ситуации. Вот там же блоки специальные. Про пилотов интересно. Машины-то проверяют, а пилотов проверяют? Да, кстати. Ну, то есть, в принципе, сейчас даже региональные соревнования дошли до такого уровня, когда я не видел соревнований в последнее время, чтобы не присутствовало скорая и пожарная. Ну, по крайней мере, там, где я бываю. Нет, в плане перед тем, как пилот садится за... Перед каждым заездом... Проверяют давление, проверяют на алкоголь. Ну, то есть, минимальное какое-то техническое... Ой, минимальное такое его состояние проверяют. Перед каждым заездом, конечно, никто не проверяет. А то с утра проходит перед днём соревнований. А может, он переутомился? В некоторых регламентах допускают, то есть, ну, где организаторы очень сильно переживают. Например, прошла квалификация, человек её прокатал один раз, квалификация шла часа три. И вот перед финальными заездами, то есть, перед... На особенности жарко на улице. Его ещё раз проверят на всякий случай, просто мало ли что с ним произошло. Но я считаю, это, в принципе, вполне себе нормально. Мне кажется, даже перед каждым заездом можно проверять. Ну, это затянет мероприятие, но всё-таки надеяться на адекватность пилотов. Прошло два года, соревнования заканчиваются. Есть просто определённые всё равно нормы, как бы правила, которые уже выработаны исторически, поэтому такие на уровне оптимального сочетания разумности и запасности. Какие у нас вообще перспективы в нашей стране есть у драгрейсинга? То есть, что планируется в ближайшее время? Может быть, какие-то крупные мероприятия или... Вот, дали бы площадку, и всё. После зимы. Всё решено. Кстати, помнишь, в 2004 году в Тушино зимой драгрейсинг проходил? Ничего страшного. Отлично всё было. Такая у кого-то и шипы. Ледовое поборище. Да. Нет, на самом деле просто интересно, насколько планируется развивать драгрейсинг. То есть, как бы, это как-то поощряется или процесс идёт самотёком? Только за счёт... Подожди, РАФ есть, РАФ проводит свои чемпионаты. Это уже тот факт, что уже чемпионат федеральных округов... Он не поощряется и идёт самотёком. Всё параллельно. А параллельно, я так понимаю, более любительский уровень всё равно есть. Я слышал, там есть чемпионат по Волжье даже. Да. Ну, у людей серьёзные, серьёзные интересные ситуации. Но я считаю, что порог вхождения как раз в такие мероприятия пока ещё достаточно высок, поэтому люди пытаются организовывать свои... А порог вхождения, вот тоже интересный момент. Он, грубо говоря, как он должен выглядеть? 400 сил, 500 сил или... Имеется в виду финансовую. Ну, финансовую в том числе. Так надо сразу сказать, что любой автоспорт – это очень дорого, ребята, задумайтесь. Дорого и опасно. Не надо. Да, если нету достаточной суммы, то вы построите небезопасную машину. Так получается. Или медленно. Или медленно. Смотрите, просто какой момент. Конечно. У нас в России есть такой культ заездов на какой-то вот прям личный рекорд достаточно. В Европе, в принципе, и в США давно уже есть регламенты, которые нивелируют лошадиные силы под капотами. И в таких регламентах люди имеют решающую роль. То есть, уже не железо. То есть, грубо говоря, две машины одинаковые. То, как ты можешь тронуться по светофору, то, как ты поймаешь зацеп. Ну, а регламент их максимально уравнивает. Вот я просто о чем хотел поговорить. Если человек, имея 150 сил под капотом, приедет на мероприятие, которое проводит Российская автомобильная федерация, какие у него будут шансы на то, чтобы занять первое место? Вы, наверное, не знаете, Андрей, о том, что сейчас введен новый регламент с этого года. А он уже введен? Конечно. И сколько мероприятий по нему провели? Все, которые прошли в этом сезоне. Мне нравится наша передача больше и больше. Мне она тоже уже начинает нравиться. Шоу один на один. О том, что теперь есть временное ограничение в каждом классе. И все, кто выезжает из этого времени, они не спустят. Многие мероприятия по ним проводились просто. Все соревнования, которые проводились. Все официальные соревнования проводились по ЕТ. И то есть там есть победители 150 сил, 200 сил. Но это надо смотреть по классу, 150 и 200 сил нет. Но первое, что они сделали, они ограничили время. То есть сейчас идут не на минимальное время. Я знаю, что это за регламент. Да, а вот, допустим, установлено 7 секунд. Все, кто эти 7 секунд преодолели в меньшую сторону, их результаты не засчитываются. По порогу вхождения. Вот у меня есть машина 200 лошадиных сил. Я могу приехать на RAF мероприятий и занять первое место? Ну, я полагаю, что да. Почему нет? У вас есть все шансы. А класс-то есть такой для меня? Ну, вот как раз в чемпионате Федеральных Аккулов. То есть класс для машин, которые едут секунд 16. Да, стритлайт. То есть 16-секундная машина побеждает. То есть для любителей, для немного доработанных. Ну да, это интересно. Там есть свое ограничение по времени. Там условно, скажем, 16 секунд. И если ваш соперник, у которого 500 лошадиных сил, который заявился в этот класс против вас, у которого 150 лошадей, проедет не 16 секунд, а 15, то вы выиграете. Вот ваш шанс. А где такое мероприятие? Это вот все чемпионаты федеральных округов. Их порядка 16 в этом году было. Я не помню точную географию. Можно нас этим посмотреть. Займюсь дома статистикой. Мне прямо интересно. Есть лошадиных сил. Ну, вы теперь знакомы, да, теперь можете. Общаться. Можно общаться дальше. На самом деле, мы хотели бы, чтобы ты рассказала про мероприятие, которое будет. Ну, я очень быстренько. Тогда я так понимаю, что у нас осталось мало очень времени. Да, буквально где-то минутка. Да, вот завтра и послезавтра на Москву рейсу пройдет второй уже Russian Motor Sport Forum и Russian Auto Sport Show. И в рамках этого мероприятия пройдет премия «Человек года» в автоспорте к организации, к которой я имею непосредственное отношение. И мы награждаем тех людей, которые не спортсмены, а которые совершили вот какой-то действительно прорыв в автоспорте для того, чтобы дать ему шанс на дальнейшее развитие. Поэтому, если кому-то интересно, пожалуйста, есть страничка и на Фейсбуке «Человек года в автоспорте премии», и на Russian Auto Sport Show motorsportforum.ru, если я не ошибаюсь, сайт. Можно все там посмотреть и почитать. А «Человек в автоспорте» – это именно по России, естественно. Да, да, да. Причем мы хотели сделать именно народный вариант, поэтому это не то, что жюри отбирает своих претендентов, а помимо того, что жюри кого-то предоставляет к номинациям, мы собираем еще пожелания со всех людей, которые имеют к этому отношение, которые могут заявить своего номинанта и, соответственно, вполне его продвинуть вперед до получения премии. И это будет открытое мероприятие, то есть люди могут прийти посмотреть, это будет как шоу. Да, но за исключением того, что это проходит на Моску Рейсвей. К сожалению, это далеко, это 95 километров от Москвы, но да. А будут проводиться какие-то мероприятия или именно только человек в автоспорте? Нет, нет, там еще очень много всего проходит параллельно. Там проходит бизнес-форум по проблемам автоспорта, там проходит выставка интересных автомобилей, там будет проходить дрифт-шоу, там параллельно проходит гонка Russian Endurance Challenge, это четырехчасовая гонка, кольцевая, собственно, на Моску Рейсвей, и много других интересных событий. Так что… Эндуро – это мотоциклетная, получается, гонка? Нет, эндуранс – это просто длинная гонка, любая. Мотоциклы – это эндуро, это другое, да. Нет, это профессиональная гонка для профессиональных пилотов. То есть, там будет большое шоу, и на самом деле есть на что посмотреть. И крутые гонщики, да. И крутые известные личности, да. В том числе. В том числе, да. Тема дрэгрейсинг успешно вошла в нашу жизнь, в автотему. Я сейчас понимаю, слышишь, я сейчас так понимаю, что она настолько глубока, что передачу 5 еще надо посвятить. Как минимум. Да, ну на самом деле время наше подошло к концу. Мы очень рады, что вы посетили нашу передачу. Это была автотема на Медиаметрикс. В гостях у нас была Мария Мельникова и Андрей Кривошеев. Спасибо вам большое. И наш новый ведущий Андрей Корниенко. Андрей Корниенко. Леша, лучше Толиком меня зови. У меня каждый раз под конец передачи я начинаю путь имена. Хорошо? Через несколько передач. Можно я буду Толиком? Леша, извините, пожалуйста. Я просто хотел тебя целиком назвать, но видишь, так получилось. Переборщил, как говорится. Чуток, да. На самом деле мы с вами прощаемся. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Счастливо. Продолжение следует.